Добрый день, дорогие мои друзья! Сегодня я предлагаю вашему вниманию на канале Кройка и шитье Галины Коломейко вот такую вот интересную модель. Посмотрите, как она выглядит у нас, как выглядит художественный эскиз. То есть художественный эскиз это всегда какая-то фотография, рисунок, но ни в коем случае не черно-белое изображение. Любой художественный эскиз мы преобразуем с вами вот в такой технический эскиз. Значит, здесь нет ни одной выточки, спинка выглядит аналогично. Ну, спинка выглядит обыкновенно. Сейчас мы ее тоже здесь изобразим. Все выточки на спинке талиевые мы можем с вами закрыть, потому что вот эта вот верхняя часть спинки, она будет достаточно низко. Итак, вот такая наша цель. Вы снимаете свои мерочки, вот исходя из моих требований, чтобы они были у вас очень точные, четко определяете баланс своего изделия, выбираете прибавки. Для данной модели это прибавка по груди 1, прибавка по талии тоже 1 сантиметр. Ткань желательно расположить здесь по косой, здесь по долевой, средний шов по спинке, и там, видимо, будет какая-то у нас застежка. Вот. Итак, с чего мы начинаем? Мы начинаем, как всегда, а тут так называемые качели впереди. Мы начинаем, как всегда, с нашей базовой конструкции. То есть, есть у нас с вами вот такие вот выкройки спинки, выкройки полочки. Давайте начнем со спинки, она у нас полегче. Итак, эту базовую конструкцию вы обязательно строите с учетом того, что у вас нет рукава. То есть, вот эта точка, нижняя точка проймы, она поднята достаточно высоко. Вы ее или измеряете, вот это расстояние от талии до подмышки, либо вы откладываете просто 20 сантиметров, и на примерочке потом это все подрезаете. Допустим, у нас есть то, что есть. Значит, мы должны провести верхнюю линию спинки. Вот так я бы ее провела. Теперь у меня появляется средний шов. Если у меня появляется средний шов, значит, я должна в среднем шве вот таким вот образом обязательно приталить. Обычно я за счет того, что я приталиваю вот здесь в среднем шве спинки, делаю поменьше вот эту выточку. Но работая с моей барышней, которая манекен 48 размера, я обнаружила очень перегибистую спинку. И в этот раз я не хочу. Я хочу просто добавить средний шов по спинке, чтобы лишнюю слабину там убрать. Эту выточку мы закроем. Вот это мы отрежем. Это у нас будет середина спинки. Это боковой шов. И наша спиночка почти готова. Теперь переходим к полочке. Какие необходимые изменения нам нужно сюда добавить, чтобы мы получили то, что мы хотим. Да, кстати, вот эта выточка. Манекен такой, что он просит эту выточку здесь сохранить. Я ее не буду переносить. Скорее всего, хотя, возможно, здесь можно было объединить, но я не стану объединять. Пусть у меня вот здесь останутся вот эти по бокам маленькие выточки, потому что они очень хорошо заполнят анатомическую ямку в этом месте. Итак, работаем с нашей полочкой. На полочке мне нужно обязательно найти место, где у нас будет складочка. Вот это, вернее, вот это наша бретелька. Если у нас плечо выглядит вот таким вот образом, вот наша плечика идет так, то вы можете обратить внимание, что если это начало плеча, если это конец плеча, то наша бретелька располагается во второй половинке плеча. То есть мы делим наши плечика пополам, вот так пополам разделили, и где-то справа, вот здесь, у нас будет наша тоненькая бретелька. Пометим себе это место на нашей выкройке, потому что именно во второй половинке плечика у нас всегда живут бретельки от нашего белья. Нашли место. Дальше что мне нужно? Какие вещи мне нужно знать? Мне нужно знать, конечно, какое-то расстояние. Вот это расстояние мне нужно знать, где у меня будет как раз получаться вот этот вот вырез, какой глубины он у меня будет вырез. Поэтому мы подходим к нашему зеркалу, измеряем это расстояние у себя на фигурке и откладываем его, ну где-то, наверное, я вот эту линию как бы хочу узнать, вот такую линию я хочу узнать, и откладываем мы эту линию, ну скажем, где-то вот здесь. Вот так. Вот это расстояние я измерила и отложила. Хорошо. Отложила я это расстояние. Значит, я могу провести это дополнительная мерка у нас будет. Значит, здесь мы дополнительно, дополнительно, мы измеряем мерочку высота груди, скажем, первая. вот эта мерка VG1. Так, отложили нашу мерочку VG1 вот здесь, VG1. Измерили левую сторону вытачки, отложили эту величину справа. Получили точку. И соединяем ее нашей проймой. А пройма дальше уже соединяется с боковым швом. Отсекли как бы верхнюю часть. Теперь мне нужно наметить вот место для этой бретельки. Посмотрите, давайте обратимся, если мы посмотрим на наш технический эскиз, мы увидим, что эта бретелька у нас очень близко находится к пройме. Она отведена куда-то в сторонку. Вот мы ее, давайте еще побольше немножко, вот так вот примерно мы ее здесь и наметим. Это место для нашей бретельки. Заодно можно померить ее длину. Но чтобы померить ее длину, я опять же обращаю внимание на то, что у меня здесь не прямая линия, все-таки амысик вот такой оформлен. Поэтому я поднимаюсь немножко вот в этой точке. Немножечко поднимаюсь и перехожу к пройме вот так вот уже сюда. Так. Ну, а в этом месте я могу, допустим, как-то вот так нарисовать. Пока это не имеет у меня никакого большого значения. Вот. То есть мы нарисовали, получили вот этот вот подъем, вот этот мысик, который мы видим. И заодно мы померили нашу бретельку. Она у меня получилась 13 сантиметров. 13. Я буду заготовку делать. Где и какой, где будет находиться бретелька на спинке? Смотрите, где. Вот так вот берете, прикладываете. Она здесь продолжается на спинку. Отмечаете это на спинке, на плече. И рисуете место своей бретельки. Если вы ее сделаете вот так прямо, они будут спадывать. То есть примерно вот как-то так, я думаю, можно нарисовать. А уточняться это место будет у вас уже на примерке. Если вы будете носить с бельем, у вас будет там белье, то можно подстроиться под его. И вот такая бретелька у нас получилась на спинке. Можно ее двигать сюда, 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 куда вам хочется. Я пока нарисовала так, и у меня это 21 сантиметр. Значит, 13. Здесь 21, здесь у меня получается 44 сантиметра. Это длина моей бретельки. Можно написать 44 сантиметра. Нам надо выклеить, будет на примерку, вот такую вот бретельку. Ну и все. Спинка у меня готова. На полочке отрезаем вот эту часть. Затем вытачку, она нам сейчас мешает, открываем вот сюда, вперед. открыли вытачку, закрыли прежнюю вытачку. Только сейчас я могу отрезать только сейчас я могу отрезать вот эту линию. И я вижу, что она у меня ломается. А я не хочу, чтобы она у меня ломалась. Я хочу сделать ее вот такой, потому что, когда мы работаем с качелями, нам это очень важно, чтобы она была примерно вот так вот у нас сделана. И вырезать дальше мы будем вот по этой линии. Вот, собственно, и все. Для начала. Сейчас я разложу ткань на столе и на ткани остальные действия мы будем выполнять сразу на ткани. Итак, мы работаем с вами над полочкой. В этом фрагменте я показываю один из вариантов оформления вот таких вот качелей. На самом деле у нас их будет здесь с вами два. Но в качестве эксперимента мы посмотрим, что у нас получится вот в этом варианте. Потому что мысль эта пришла мне только по ходу, что называется, пьесы. После того, как я начала это все с вами выполнять. Так как репетиции у меня никаких нет. Поэтому мы будем с вами несколько экспериментировать. Посмотрим на ткани, что получится. Итак, дорогие друзья. Еще одно небольшое уточнение, которое бы мне хотелось сделать к данной модели. После того, как я попробовала на манекене, что у нас получается, стало очевидным и понятным, что в сухой жесткой ткани, да я думаю и в слабой тоже, этот вариант будет выглядеть не очень хорошо. Те красивые складки, которые мне бы хотелось видеть, у меня не получились. И поэтому, что я придумала сделать? Я придумала взять и вот эту часть, она мне кажется лишней, убрать просто-напросто в выточку. То есть, может быть, нужно отсечь вот сюда, но я оставляю небольшую. Вот видите, как я нарисовала. Давайте поярче нарисуем это. Вот так вот я хочу вот это все зашить. Значит, оставляю немножко на шовчик и вырезать буду вот по этой линии. То есть, вот эта часть, ее будет не видно, она будет там сложена у нас внутри. Мы ее просто-напросто удалим и сделаем вот такую вот модель. Итак, готовые наши выкроенные из ткани вещи выглядят вот таким вот образом. Я сейчас это все буду сошью и покажу вам результат уже на манекене. Ну вот, что у меня получилось в этот раз, так сказать, мой небольшой эксперимент. Потому что нигде я не видела, чтобы закладывали вот такую вот складочку, выточку я ее застрочила, которую я вам показывала. Видите, там немножко видно этого шовчика. Но зато сейчас аккуратненько выложились вот эти наши фалдочки. Раз, два, три штучки. Выглядит довольно-таки прилично. Ну и мне хочется показать вам наше изделие, конечно, со всех сторон. Давайте вот так вот. На выточке не обращайте внимания. Ничего я не утюжила. Ну и могу вам показать, как выглядит спинка. Туда, куда намечали мы наши бретельки, и туда они у нас и попали. Собственно, вот такое вот получилось у нас изделие. Грудь здесь достаточно большая. Это как вариант. Я попробую сделать другой вариант, когда ткань будет у меня все-таки по косой расположена, здесь она по долевой, да, и начало вот этих вот бретельки сделаю покороче, чтобы начало нашего лифа было повыше по бокам. Посмотрим, что из этого получится. Все-таки хочется мне сделать момент, когда посерединке не будет вот этого среднего шва. Ну а пока показываю вам вот такой вариант. Может быть, кому-то и он подойдет. Пробуйте, экспериментируйте. И ничего не бойтесь. Пусть вам сопутствует удача, доброе здоровье и хорошее настроение. Всего доброго. Всегда Ваша Галина Коломейко.